Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Креселбург. Давно меня не было в обзорах, но вот сегодня посчастливилось. Мы рассмотрим коляску от компании Farfella, модель Baby Shell. Коляска два в одном, то есть отдельно прогулочный блок, отдельно короб. Давайте немножко посмотрим на нее визуально, да, то есть выглядит она достаточно неплохо, вот. Цену вы можете посмотреть в ссылке в описании. В принципе, достаточно, ну скажем так, приемлемая цена у нее. Вот, короб, он достаточно с плотным материалом, он большой достаточно, да, то есть у ребенок туда поместится без проблем. Большое преимущество, что у этой накидки она, во-первых, на замке идет, во-вторых, она полностью закрывает, и оно со смотровым окном. То есть здесь силиконовая вставка, чтобы можно было следить за ребенком, если какой-то зимний период, да, чтобы не продувало сильно. Вот, также он держится на магнитах, то есть вся эта часть очень удобна, никаких замков, да, вот она присоединилась и все. Нужно посмотреть, раз, убрали. Вот, замок расстегивается вот таким вот образом. Здесь используется матрасик, то есть полноценный. Вот, сама она достаточно плотная, внизу используется дерево, то есть ДСП. Вот, капор регулируется за две кнопки вот здесь, вот они, их нажимаете и, соответственно, опускаете. Регулируется также капор в трех положениях, то есть раз, два, три. Вот. Сзади есть сетка, то есть она для проветривания. Ее открываете в летнее время, прошу прощения, зимнее, хотел сказать. В летнее время самое то для вентиляции. Вот. Соответственно, закрывается она аналогичным способом. Короб достаточно легкий, то есть его можно взять, то есть здесь две кнопки с одной, с другой стороны. Раз, нажимаем, и вот здесь ручка, она прям в капоре встроена. Все, он достаточно легкий, два с половиной килограмма примерно, три весит, да. Есть снизу ножки, на которые можно ставить его на открытую поверхность, чтобы, соответственно, не замарать основную раму. Теперь, что касаемо рамы, да. Телескопическая ручка в четырех положениях, то есть раз, два, три, четыре, даже пять положений. Вот. Получается, колеса передние фиксируются от поворота, то есть сзади есть здесь специальные клавиши. Нажимаем вниз, и она перестает поворачивать. Вверх, соответственно, поворачиваются колеса. Вот. Задние колеса большие, фиксатор находится по центру. Нажимаем, соответственно, колясочка зафиксировалась. Отжимаем обратно. Амортизация здесь, она вообще минимальная, то есть ее, ну, она минимальная прям. Вот. Но старались облегчить конструкцию, чтобы можно было маме спокойно ее переносить. Колеса задние большие, вырезанный протектор на самом колесе, то есть сцепление с дорогой очень хорошее. Складывается колясочка очень просто. Все, что нам нужно сделать, это опустить ручку. Здесь есть фиксатор, его нужно потянуть влево. Вот он, входящая часть. И ручку на себя. То есть раз, все, колясочка сложилась. Очень похожая складка на Corolla Optima, если вы в курсе, про какую коляску я говорю. Вот. Колясочку можно поставить, но прям уверенно стоять она не будет. Но, в принципе, возможность такая есть. Раскладывается все очень просто. Просто за ручку тянете, вот, все разложилось. Вот. Прогулочный блок. Прогулочный блок реверсивный. То есть его можно поставить как лицом к маме, так и против мамы. Соответственно, ставится он за два фиксатора. Никаких переходников здесь нет. То есть раз, два. Вот. Прогулочный блок. Минусы и плюсы. Плюсы. Он большой достаточно, да. Есть разделитель между ножек. Хорошие пятиточечные ремни. Можно отсоединить часть, которая именно мешается ребенку, если он не любит пристегиваться. То есть вы можете его чисто опоясывать. Но, какой минус у данного прогулочного блока? Это то, что регулировка наклона здесь происходит в месте всего спального места. То есть отдельно подножка не регулируется. То есть отдельной такой части регулировочной нет. Это кому-то покажется минусом. Но с моей точки зрения это кажется больше минусом, чем плюсом. Ну, кому как, да. Вот. Регулируется механически, да. То есть в нескольких положениях. То есть для удобства вашего и для ребенка. Вот. Капор он с дополнительным отсеком. То есть по идее он без дополнительного отсека. Ну, как у прогулочного обычного варианта, да. То есть выглядит он будет вот так. Вот, да. Если открыть дополнительный отсек, он становится чуть-чуть ниже. То есть вот такого формата это будет. В принципе от солнца хорошо закрывает. Сзади здесь присутствует смотровое окошко, сетка. То есть она выполняет роль как и вентиляции, так и смотрового окна. Вот. Блок, повторюсь же, реверсивный. То есть за две кнопочки нажимаем и переставляем, соответственно, на колясочке против входа движения уже, да. То есть можно спокойно вот так перекатывать ее достаточно хорошо. Складывать коляску с прогулочным блоком не советовал бы. Есть такая возможность, но выглядит несуразно достаточно, да. Желательно, то есть взять, допустим, раз, сложили, да, вот таким образом. Вытащили, то есть на кнопки нажали. И, соответственно, сложили отдельно прогулочный блок и раму. То есть вот таким вот образом. Вот. Все, что хотел сказать про данную колясочку, я сказал. По ссылке в описании еще раз вы можете посмотреть. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. В телеграм-канале, кстати, у нас есть акции. Также не забывайте про инстаграм и в ВК. То есть ждем вас там. На все вопросы готовы ваши ответить. Бесплатная доставка по городу Абакан, по городу Красноярск. И, соответственно, безопасная система платежей Асбербанка. Всем пока и безопасных дорог.